Мы находимся в вашей мастерской и продолжаем какую-то новую беседу, но хочется поговорить про картину, которую вы написали круглую. И там вообще заложено столько смыслов, и мы с вами говорили, что не знаем, как подойти, и попытаемся что-то рассказать. Потому что какой основной смысл там заложит, вообще, к этой картине? Основной, и его очень трудно так компактно вместить в короткую фразу, но попробовать можно. Когда мы выставлялись, мне сказали, дайте название своей выставки, а она ключевой была картины, это было 40-летие творчества, года назад, в картины галереи. Дайте название, а она там ключевая, вокруг нее остальные картины стоились. И мне пришлось подумать, я так написал кратко о бесконечном. Такое пришло название выставки. А хорошее название? Хорошее название, и они удивились потом, надо же, действительно, в него вместилось. Сколько хочешь, можно вместить. А вмещать надо то, что сделал творец. Как вместить, в какую рамку, в какой объем. Да, и получается, мы об этом о многом еще поговорим, то есть получается, в принципе, это сюжет, который, вот, библейский сюжет, грубо говоря, да? Да. Сотворение мира. От сотворения мира. От сотворения мира. Другое название. Ну и несколько, у нас была встреча вокруг этой картины, в различных потом еще местах, и люди спрашивали, а как назвать саму картину, как она называется? Я говорю, ну, придумайте ее название. И интересно, у нас появился целый список названий, которые люди записывали, кто хотел, имел желание. И они это называли «От сотворения до бесконечности», в том числе. А вы когда писали, там же у вас есть, в принципе, ну, многие мысли, там есть Христос. Да. Вот, то есть, и вот, как бы, эта вот картина все-таки, есть залог того, что он завещал, или, вот, как бы, разговор о нем, там, в каком контексте? Конечно. Разговор о нем в контексте Писания. Если мы берем от бытия, Писание – это Библия, Слово Божие, Священное Писание – это вот название того, что осталось, что дал нам Господь в письменном виде от сотворения и до последних времен, так написано. То есть, включает в себя Ветхий Завет и Новый Завет. И по Ветхому Завету люди жили, исполняя заповеди, данные Богом через Моисея. Это период Ветхого Завета. Так в Библии называется Ветхий Завет. И потом наступает время Нового Завета. Оно начинается с появления Иисуса Христа. Еще время само не началось, но это предшествие. То есть, появление самой новой жизни, Бог, так отделил время. И мы называем это даже исторически и в наших культурных кругах. Мы говорим от Рождества Христова или Новой Эры. До нашей Эры – это время Ветхого Завета. Новая Эра – время Нового Завета. А вот картины Старого Завета? Ветхий Завет. Ну, так написано. Мне тоже подмывает все время заменять это слово на старый. Ну, написано Ветхий, будем пользоваться формулировкой. Ветхий Завет, да. Время Ветхого Завета. У вас там что? Как основное? Десять заповедей. Они положены в основу. Там у меня по кругу. Как обрамление самой картины. Есть обрамление. Обрамление круглое. Потому что планета круглое. Потому что круг – это такая необыкновенная форма замысла Божьего. И написано, интересно, что там чуть ли не с первой страницы будет написано в Библии, что круг земной сотворил Господь. Интересно, помните, древние народы считали, что земля стоит на трех слонах, хотя уже слово было, Моисеев дано, что земля круглая. То есть, когда Писание человек не знает, он начинает думать, как объяснить то или иное событие, которое было до, особенно если это было давно до него, он начинает искать, придумывать, находить доказательства, воображать, представлять себе, использовать все те способности, которые Бог и заложил в человека, когда его сотворил. Способность мыслить, воображать, представлять, у нас же есть, она же дана, Богом дана. Почему-то задуматься, откуда это началось, и открыть Писание, и все сопоставить. Для нас сложно. Потому что всегда есть своя идея, которую вот там еще в Адемском саду посеет сатана через змея, который почему-то окажется хитрее всех зверей на земле. У него будет такая характеристика. Он почему-то окажется хитрее всех зверей на земле. Сатана использует его образ, его сущность, и через него бальстит Еву. И посеет вот ложь. Там вообще, там настолько все глубоко в Писании самом. И когда мне Господь дал его понимать, пришло время, когда мне очень оно было нужно. Мне было столько вопросов, ответов. Ответы меня не устраивали. Ну как, что значит пришло время? То есть это до написания картины? До написания картины. Созрел уже. Конечно, конечно. Картину я вынашивал, я могу сказать, всю свою жизнь. Вот там столько во мне было всяких вопросов. Я же рисовать начал с детства самого. Родился в Средней Азии, в Киргизии. Богатейший мир физически. Просто необыкновенные горы. Дальше скалы, ледники, снег. Вот эти явления в природе. Меня волновали я с ними всю жизнь. То есть и рисовали, и рисовали. И рисовал. Сколько себя помню в детском саду. В 5 лет я помню, что я рисовал карандаш на любом отрывке бумаги. То есть тяга была, я имею в виду, тяга в рисунке была к природе. Да, да. Я очень любил изображать все, что летает, ползает, прыгает, бегает, светится. Журчит, поет, пахнет. Вот весь окружающий мир я рисовал. Я собирал гербарии. Все листочки во всяких книжечках, во все странички были приложены. Всякая травинка, которую я еще не видел до этого. Скажите, ну это же вот какой-то путь творчества. А потом вдруг приходит другое понимание творчества. Что вот сотворенное, то, что вы видите, сотворено кем-то. Ну, конечно, я начинаю думать, у этого есть автор. Я сажусь за чистый листок, начинаю там возить карандашом. Оп, у меня картинка, я бегу с ней к маме, да, или жду, когда смогу ее показать. А начиналось же все с чистого листа. У меня тогда уже было понимание, кто-то, должен кто-то что-то начать делать, чтобы что-то получилось. Чуть старше я становился, мне нравилось лепить из пластилина. Освоил его, я лепил из всего, из чего можно было. И даже чего не лепилось. В детском саду приходил домой, я мог из глины по нему. Начиналось сказать, из чего можно это сделать. Целые города лепил, строил из земли, из песка, подводил там рычки с водой, строил мостик и сажал деревья. Мне это нравилось, из камушков. У нас в Киргизии полно вот этого камня, глины, песочек. Все такое, само собой лепится рычков вот этих. Ну, Бог подсказками тебя такими окружает, что все время тебе напоминает о себе. Все, что вокруг тебя находится, оказывается, напоминает о том, что кто-то уже позаботился о том, что есть вокруг тебя. И мне, конечно, чем я взрослый становился, тем мне вопросы были интереснее. Не на все успевала мама мне ответить. Загружал. Мама, папа тогда еще с нами был, когда была возможность с ним разговаривать. В форуме диалога. Тем более он тоже мне рисовал. Я смотрю, как он это делает. С детства я видел отца рисующего. Это потом мне Писание уже будет откроет, когда Господь, слова Писания. Там будет написано, сын ничего не может творить, если не увидит отца творящего. То есть это основалось в вашей жизни. Да. Вот это задним числом, когда мне откроется Писание, у меня будет все это сопоставляться. Действительно, я видел отца рисующего, строящего, ремонтирующего, преподающего, преподающего в школе рисования, труды. Мне так нравились запахи этих всех деревянных обработанных деталей. Опилки, стружки, рубанки, ножовки. Ой, из них все эти... Он не разрешал все обрезки по окончанию уроков собрать и из них колотить, строить не запрещал. Я спокойно колотил все, что можно было приколотить, отколачивал, сколачивал заново. Ну, не знаю, мне не хватало материала. Я понимал, что из всего можно что-то сделать, необыкновенное. Ну, а картина Ветхого Завета у вас, это вот «Десять заповедей» или еще что? Десять заповедей. А что из детства там, в этой картине? Ой, там, наверное, все. То есть, как бы вот то, что вы в детстве, да? Собственно говоря, пока вы не взяли книгу в руки Евангелие, Новый Завет. Вот книгу в руки мне Бог подкладывал и подсовывал на протяжении всей моей жизни. Наверное, в советский период этого не было, потому что их просто было запрещено иметь, и их не было нигде. В школах об этом не говорили, но была бабушка, которая была верующей, и которая иногда мне рассказывала о Боге. Когда я уже встал постарше, она мне говорила, что есть Бог, что вот сегодня давай нельзя работать. Бабушка, мы можем? Она работала сторожем в школе. И я на выходные прибегал к ней, поселок небольшой, можно прибежать, убежать, тогда свободно было. И бабушка, открой мастерскую, мы там умирали по вечерам. Она говорит, что сегодня нельзя, а почему? В воскресенье. Ну и что? Нельзя Бог сказал, нельзя в воскресенье работать, а то зачем нам это? Не будем нарушать. Такое есть правило. На Пасху какие-то вещи. Это же Ветхий Завет, да? Это Ветхий Завет. Вот я начал сталкиваться с тем, что, оказывается, есть какие-то правила, которые какой-то Бог. А кто такой Бог? Я начал ее спрашивать. Через нее я начал узнавать, что, оказывается, есть Бог, который что-то разрешает, что-то не разрешает. А вообще, почему он это делает? Ну, потому что он все это сделал. Как все? Ну, вот все. О, мне начали глаза открываться. Как это? Все. Вот все-все-все, да, все-все-все. А какой он? Ну, вот я тебе покажу. Потом в деревне Призм там иконки есть у меня. Она говорит, я тебе покажу. То есть современный человек еще живет и Ветхим Заветом? Да. Частично новым? Частично. Вот самая большая проблема современного человечества на планете. Вот я ее хотел нарисовать на картине, на этой и изобразил, с Божьей помощью, Бог мне дал. Я не один день над этим думал, не один год, и даже не десять. Лет сорок своей сознательной жизни я носил это, даже больше. Пока вот это не воплотилось в такую идею, и в конце концов можно это показать, это рассмотреть. Там эти десять заповедей, у цифербата 12 частей, сегментов. Десять заповедей Моисеевых и две заповеди Иисуса Христа оканчивают этот цикл. А почему у Иисуса Христа две заповеди? Когда его начали спрашивать учитель, ученики подходили, и народ приходил, который заинтересовался словами Иисуса Христа. В них была жизнь, и он жил, и говорил, и делал то, чего никогда на планете Земля никто не делал, так не говорил и так не жил. Несмотря на то, что у иудейского народа были все заповеди Моисеевы, и к ним, к десяти Моисеевым, они добавили еще 303. На тот момент у нас будет 313 заповедей Тора у евреев будет, и у иудейского народа появится Тора. Свод законов, свод правил, по которым они были убеждены, надо жить, требовать от тех, кто их окружает, исполнение их. К десяти еще 303 Иисуса Христа, вот мы в послании Галатам Иисус Христ будет написано, Бог говорит, да, наше Писание написано людьми, но по Его благословению, по Его вдохновению. Когда люди говорят, ну это же люди написали, нет, не люди. Там есть то, что писали люди, научиться отделять, это очень важно. Иисус Христос, когда Господь, взирая на землю, на то, что Он сделал, отдал людям, и просто в полное распоряжение им отдал, был в восторге сам от этой идеи. Это вот как творец, слово творчество, это же у нас от Творца, мы по Его образу и подобию. Там настолько все связано, вот в этой картине мне хотелось все связать. Но если кратко, это очень тяжело, конечно, сделать. А почему тогда Иисус решил, ну вот, добавить две заповеди? Он не добавил две заповеди, Он сформулировал так, когда Его стали спрашивать учитель, как, скажем, как войти в Царство Небесное. Ты говоришь, что оно вот уже приближается, и есть вечная жизнь, блаженство. Как там оказаться? Что делать? Что сделать? Мы же привыкли что-то сделать, чтобы получить. Он говорит, исполняй заповеди. Это же время Ветхого Завета. Господь, интересно, дает Иисуса Христа во время Ветхого Завета. Мы привыкли, что вот у нас, интересно, сейчас рядышком покажу. Вот он Новый Завет, да? Да. А до этого есть Ветхий Завет, вот здесь только Новый. И нам кажется, что вот мы открываем страницу, и это началось время Нового Завета. Вот, Евангелие от Матфея, Марка, Иоанна, Луки, послания. Нет. Потом мне уже, я уже, когда Господь мне откроет глаза, я начну читать, много начну рассуждать. Нет еще. Я начну читать внимательно Иисуса Христа, что Он говорит. Это именно Он, вот именно Его слова, потому что здесь только Господь всего сделал, чтобы Его Слово пришло на нашем языке к нам. Ему пришлось отдать самое дорогое, что Он имел. Сына своего отправить просто вот на эту землю. Это вот как в армии, если был, есть посыльный, нарочный, да? Да. Вот тебе пакет, и вон туда. Вот тебе белый флаг, чтобы тебя не убили на территории, которая уже будет не наша, на нейтральной полосе. И вот пакет. Кто-то должен принести, что перестаем воевать, что изменились обстоятельства, что давай начнем разговаривать. Кто это будет? Да он всегда подвижен Иисусу сразу, в первую очередь. Его просто могут убить, и будут правы. На всякий случай белый флаг, это как договоренно существует, но она устная. Там можно сказать, что его и не было, что он был не белый, или что он был грязный. Как угодно. А как людям было бы понять, что это послание в то время, в Новом Завете? Весь Ветхий Завет говорит периодически. Перечитывая Ветхий Завет, вы увидите, что будет дан вам Спаситель, будет дан вам Божий Сын. Придет тот, кто принесет долгую весть. Придет тот, кто изменит все. Вот сейчас живите вот так. И люди, жившие в то время, имея законом Ветхий Завет, 10 заповедей Моисея, могли хранить себя от греха, который пришел в жизнь через искушение сатаны. Вот там, под деревом в саду. Там у меня в центре, это Ева стоит под деревом. Да, в вашей картине. Да, в этой картине. Под деревом познание добра и зла. О котором Господь скажет, не вкушайтесь в него пока. А сотворение мира – это круг. Да, вот весь круг – это форма, в которую я поместил те мысли и те желания, которые хотелось, которые вместились сюда. Обрамление видится эферблатой из 12 секторов, на 10 из которых написан Ветхий Завет. 10 заповедей Моисея и 2 заповеди Иисуса Христа, о которых, еще раз к ним вернемся, когда к Иисусу Христу подходит и спрашивает, что нам делать, учитель скажет, что нам делать, он говорит, исполняйте. Они говорят, мы исполняем. Он говорит, какие? Они говорят, ну, возлюби отца ближнего, Господа Бога, не обижай, не кради, не прорубись. Все мы это делаем. Молодцы. Если вот это все вы уже исполнили, у вас получается, не достает вам всего одного. Возлюби ближнего своего, как себя самого. и Господа Бога твоего. Ему одному служи. И он говорит, на этих двух заповедях, вот которые я вам сейчас сказал, держится весь закон и все пророки. То есть все то, что в Ветхом Завете записано, можно вместить вот в эти две заповеди Иисуса Христа. Возлюби Господа Бога твоего и ближнего своего, как себя. Вот две заповеди, которые включили в себя весь закон Моисеев, все высказывания пророков. И у вас это отражено. И там это отражено, да. Каждую заповедь я пишу на разных языках, но использую шрифты различных народов. арабская вязь, там и идиш, китайская и эрографическая система. Я это графически меняю, читать можно, все это русским языком, но шрифтовая такая система там мной использована. Славянские языки, древние языки болгарские, наша кириллица. В общем, все 12 написано на различных языках, потому что в каждом народе есть закон Божий. В любой конституции есть, не убивай, не кради, не прерыводействуй. Да? Может быть, там нет почитания своей мать в такой форме, как дал Бог. Может быть. Может быть, там нет почитания субботы, то есть воскресный день работы, но выдели его Господу. Может быть, может быть в другой форме, но они все равно там скрыты. Явные или тайные они там есть. Либо повнимательнее прочитаешь, ты их увидишь, если ищешь Бога. Потому что Господь говорит, ищите меня, я всегда рядом с вами. Тот, кто меня ищет, тот меня всегда найдет. Обращайтесь. А как тогда людям, это Иисус говорит? Это Иисус Христос говорит. Это Его слова. Ищите меня. Ищите прежде Царствия Божьего, а все остальное к вам приложится. Вот это конечная цель всего человечества. А как же тогда было понять людям в ветхозаветном времени, что это... Что придет Мессия? Нет, что это Он. Что Иисус Христос и есть Тот, о Котором написано. Вот. Так там будут признаки. Интересно, там будет написано так, что настолько... В картине это отражено? В картине это отражено, это надо пояснять. Там в каждом уголке есть информация. Там всю площадь, она действовала так, чтобы везде было хоть что-нибудь. Насколько это возможно. В картине это отражено. То, что Иисус Христос и есть Тот, о Котором говорил весь Ветхий Завет, подтверждает Его появление, потому что будет написано, как Он родится, где родится, в каком месте, в какое время, у кого, в Ветхом Завете неоднократно пишется. И восхищаешься, когда читаешь за 400, за 500, за 1500 лет, до Рождества Иисуса Христа в Ветхом Завете, как это будет до деталей, даже как Его распнут. Даже то, что Он будет распят вместе с двумя разбойниками по одной руке и по другую. А у Вас распятие есть в картине? А распятие я не включал, как таковое, прямо там, вот в этой картине, потому что у меня есть подготовительные некоторые работы, в которых есть оно. Туда я не включил, но там Иисус Христос, я тоже думал, как Его нарисовать, в каком виде? В виде младенца, в виде учителя. И в конце концов, мне пришло такое понимание, что надо нарисовать в образе того, кто находится уже на кресте, с свинцом Терновым, отличительный знак царя, в осмешку, в профиль лицо, которое обращено к небу, в небо, и этот венец Терновый на голове, и понятно, что он распят. Интересный замысел, получается, который Вы обладали в картине, а это же все-таки мы говорим о Вселенной, и о временах, которые нам существуют, живущим неведомо. То есть, откуда такой замысел отца, понимая, что сын погибнет? Но то есть, как бы живой человек на земле, такого у тебя помыслить не может. Не придумаешь. Не придумаешь. Это не человеческими способностями, но только божественными. Есть предвидение Божие. Интересно, что это предвидение, такая форма любви, какой-то бесконечной. Человеку непонятно, они земные. Предвидение того, что они сделают с ним, и понимание того, что этого не избежать, другого пути просто нет. И начать это воплощать. То есть, жертва. Другого пути нет. Другого пути нет. Как жертва. Только жертва. Слушай, ну это как сегодня вот эти все ужасные события на Украине. Есть ли путь другой или нет. Вы знаете, ведь мы можем так интерпретировать это все, и та, и другая страна, и российская, и украинская, ведь может это интерпретировать под себя тоже. Но другого пути нет. Не согласен. Если бы начинали от того времени, когда человек начинает разговаривать, младенец, вот Иисус Христос, вот приходит момент, когда планете пора сказать, чтобы они на планете, земля, люди отдумались. Несколько этапов человечества в своей истории пережила такие вещи, когда грехопадение через сатану лукавейшим образом произошло в самом прекрасном месте сотворенном Богом, в саду. Сатана подкоровывал момент, Ева оказалась одна, он видел ее состояние, образ подобрал, он воспользовался всем. И как вот ребенку дать соблазн, подсунуть ему, я не знаю, младенцу сигарету, который не понимает, и показать, как зажечь, как закурить, дать ему спички, чтобы он что-то зажег и сам сгорел. Вот есть младенчество, такой возраст, когда можно ребенку все что угодно дать, и он навредит себе или другим, просто потому, что он еще ребенок. В этот момент надо, чтобы кто-то был всегда рядом. Родители должны быть вот в эту пору всегда рядом с этим ребенком, пока он в этом возрасте. Нельзя оставлять его одного. Тем более, что мы знаем, что соблазн в полную окружает ребенка. На момент у человечества тоже был такой период, когда человеку, сотворенному по образу и подобию Божьему, Бог его взращивал как личность Адама, его еще нет, а Бог с ним выстраивал взаимоотношения. Он же дал ему речь, он дал ему способность разговаривать, привел его к взаимоотношениям с самим собой. Мы ребенка же учим разговаривать, он же не умеет. Он издает звуки, способность это есть. А чтобы достало речи, надо тренироваться, надо показывать. Вот так и так. То же самое, это мы делаем откуда? Это мы взяли от Господа, потому что по образу и подобию его. Вот настолько мы от Господа. Если мы это вносим в разум и понимаем это, и это становится нашим познанием Бога через взаимоотношения с Ним, конечно, Он для нас открывается все больше и больше, потому что мы растем, вместимость нашего сердца и разума увеличивается, умножается, туда очень много может войти информации. И она вся истинная, источник ее Господь, не будет войны. И просто не будет. Понимаете, не с кем воевать. Если так человека воспитывать, каждого везде... это еще мы находимся в каком-то ветхом завете. Вот период человечества, детства, когда можно все, что хочешь сказать, когда можно обмануть. И человек сегодня один, завтра другой. у нас есть до сих пор такой период. Вот я там на этой картине рисую, если вот встать возле нее рассказывать. В какой фазе мы еще все еще находимся? Мы все еще в фазе, когда у нас не убей, не кради, не блуди. Ну, это же период детства. Там так и написано будет, что закон дан как для детей, для человечества, к человеку. А впоследствии, в конце-то концов, цель закона привести человека к Иисусу Христу. Там даже так написано будет в послании через Павла будет написано, что закон стал детоводителем ко Христу. Это мы опять пришли уже сюда, минуя там тысячи лет и миллиарды событий. Закон дан человечеству как детоводитель ко Христу. На период детства для человечества, чтобы он не разрушил сам себя, не испортил все вокруг и пришел к высшей стадии понимания взаимоотношений с Иисусом, через Иисуса Христа с Господом Богом. Иисус Христос скажет, все то, что вы делали до меня, все то, что вам говорили до меня, это для того, чтобы вы встретились со мной. Если вы это правильно поняли. Но глядя на историю человечества, на наши бесконечные войны, конфликты, распри, мы неправильно поняли. Нам все время подсовывалось лошадь сатаны все время подсовывалось, лошадь сатаны была очень близкая к тому, что говорит Бог. Потому что он является не автором. Если Отец Небесный и Господь автор и творец, то сатана только тот, кто копирует. Тот, кто научился делать подобное, очень похоже, но это подделка. А вы в свою картина не вложили вот это вот, а вот нет, то, что сатана под... Почему? Есть. Мы когда начинаем разговаривать и типа последовательность события, которые я смог туда вместить, мы приходим к сатане. Мы не можем... Мы приходим... Вот протягивающая руку Ева к плоду, это действие после предложения сатаны. Это не ее мысль. Ей было запрещено. Ей было сказано нельзя. Она знала. Говорю ей это Адам точно. Говорю ли ей из уст в уста сам Господь не написано. Но от Адама она это знала наверняка. Может быть и от Бога она это тоже слышала. А может быть и от обоих. Это тем не менее ее не удержала. Вот настолько Бог дал человеку волю и свободу, что он не стоит рядом, не поставил ангела с мечом, не оградил, меры безопасности не предпринял, но дал полную свободу. Это его форма высшей божественной любви к человеку. Без запрета. Все добро. Все то, что окружает вас. Только добро. Никакого зла. Вот с этого дерева только не трогайте, потому что еще не время. Владимир Владимирович, а можно интерпретировать вашу картину так, что такое мысль, то есть у вас там и современные корабли, и корабли, и древность, как мы говорим, египетские пираби. Да, да, да. То есть как бы у вас, если, но для нашего понимания, это какое-то постепенное развитие человечества. развитие человечества на планете. Но через изучение законов Божьих, через контакт с творением Божьим, через то, что мы наблюдая, то, чем Господь наполнил планету, увидели, там, летающие бабочки. Так вот, еще раз повторю, сейчас я не знаю, где закончил, еще раз повторю, в вашей картине изображены элементы времени. Это египетские пирамиды, древние ладьи, современные эсминцы, аносцы, да? И мы, когда... Первое плавательное средство там Ноев Ковчег, и пошли дальше. Да, Ноев Ковчег, да, да. И мы думаем, что для нас это вот просто это наше время большое, две тысячи лет, и, конечно же, мы уже люди другого времени. Но, если говорить о том, что вот как бы мы еще до сих пор познаем Христа, то есть, а Он уже пришел, тогда можно задать просто простой философский вопрос. Может быть, это для Бога и Вселенной это полдня еще? Может быть, и день не закончился? Может быть, Христос еще с нами и здесь? Он так сказал, если вы, собравшись вместе, двое или трое даже из вас собрались во имя Мое, Я посреди вас есть. Причем, там есть то самое слово, которое будет сказано Моисею, Моисей выйдет в пустыне в горячий куст и будет спрашивать, кто ты? И Бог скажет, Я тот, кто есть. И здесь Иисус Христос тоже скажет, Я посреди вас тот, кто Я есть. Я вместе с вами во всей полноте как Бог, как Божий Сын, как Представитель Отца. Все то, что вложил в Меня Отец, Я есть Царство Небесное внутри вас и посреди вас. То есть время во имя Мое собралось. Когда мы собрались своими Иво, вот именно, вот мы с вами собрались и говорим об Иисусе Христе, вот Он прямо здесь, Духом Святым, Он здесь. Он нам дает способности, и Его это радует. Вот сейчас на небесах Царство Небесное все ликует, когда говорится о любви Отца Небесного, которая воплощена через Иисуса Христа в каждом из нас, Духом Святым. Мы поддерживаем тот образ, который изначально Бог вложил в Адама, когда Адам лежал перед ним, как, вот, представьте себе, вы, вот, как, я не знаю, как тот, кто что-то хочет слепить, и слепил. И оно может ожить. Оно может ожить и начать двигаться. Но тут не просто кто-то что-то слепил, это сделал своими руками Бог, избрал материал, написанный из земли, из праха земного. Это его материал, землю тоже он сотворил. И все, что нужно вместить в человека, там есть. Печень, почки, ногти, волосы, зубы. Ну, вот, перебрать все, из чего мы состоим, даже жизни не хватит. Многие говорят, что устроиться человеческого организма сложнее, чем устроиться всей Вселенной нас окружающей. Если действительно разобраться в каждой его клеточке, в каждой, в каждой его части тела, снизу до верху, написано подошву ноги, затем не на голове. Если все это перебрать, это сложнее, чем устроиться Вселенной. И вот это сделал Бог уже. То есть, он это выносил, как автор, как творец, уже все готово. Не хватает только Божьего дыхания, вот то, что изо рта в рот. мы делаем. Когда человек оказывается в ситуации, ему нужно искусственное дыхание, мы из рота в рот вдыхаем ему какой-то объем воздуха, и он оживает. Приходилось он такое делать? Не приходилось, потому что это необыкновенное переживание, когда мертвый уже человек, получив от тебя заряд дыхания, оживает. А тут изначально так, Бог вдыхает в него свое дыхание, и написано остановится, человек живой душой поднимается, за ним заработало кровообращение, заморгали глазки, побежала кровь, задышали легкие, вот он, вот его, и вот, и вот он начал жить. Вот это вот есть Дух Божий. Вот с того момента Дух Божий есть в каждом человеке всегда, изменить это невозможно. Все. Вот тут Отец всегда спокоен, Творец всегда спокоен. Изделие, которое будет после этого размножаться, а он знает путь. То есть придет время, он даст ему елу. После многих-многих взаимоотношений, мы, видите, опять вернемся к тому, о чем я так говорил, он научит ее говорить, ходить, принимать пищу. Иисус Христос потом скажет, что делать пищу? Она входит, тело с ней справляется, организм ее и сторгает, когда она уже не нужна. Так Христос и скажет прямо, когда фарисеи будут заменять его, что вы едите нечистыми руками, у нас нельзя, надо мыть, в заповеди написано. Он говорит, это ваши заповеди. Они не обязательны к исполнению. Не это оскорняет вас и вообще человека. Человек оскорняет то, что в него входит. Не то, что входит, а то, что исходит из него. Потому что то, что в него входит с пищей, проходит через организм и ненужно истаргается вон. Это вот как деликатно надо сказать, да? Деликатно очень. Очень деликатно. Божественное просто. Божественное. Но оскорняет вас то, что исходит из ваших уст после того, как вошло ваше сердце, преобразовалось в вашем уме, сформулировалось во фразу и исторнулось через уста. от избытка вашего сердца говорят ваши уста. И вот это вас то и оскорняет. Потому что вы говорите злые вещи, вы говорите проклятие, вы говорите ложь. Вы зарядуете, вы все это делаете внутри себя в сердце. И он напоминает ученикам более всего хранимого храните сердце ваше, потому что из него все исходит. И доброе, и худое. Это отдельная тема, у меня тоже вынашивается еще большущий проект по поводу сердца. вот это и доброе, и худое. Что ты туда впустил? То есть сила могла не впускать информацию, которую начал ей говорить змей. Она могла сопоставить сердце, так не говорил ни отец, Бог, ни муж мой, Адам. Кто это вообще начал говорить со мной на таком же языке? Если бы она это начала обрабатывать в своем уме, у нее был бы протест. А вспомнила бы то, что сказали. Вот так и детство человеческое. Вот эти 10 заповедей они начали появляться по мере того, как мы начали нарушать жизненно важные правила. Ребенку он тоже родился, мы его научили говорить, а он еще не знает, что такое розетка, что такое газовый плита, что такое спички, что такое вода, что такое канализация. Но все это доступно, он до всего этого доходит и может оказаться там. Нужны правила? Ну, Владимир Иванович, в картине у вас Христос все-таки в профиле, и там голова. его как бы, да? То есть он не полностью. Нет. Вот. И тем самым вы направляете, он смотрит на небо. Да. А почему вот так вот решили так решить? Так написано в Писании, что он был распят на кресте, последнее, что он сделал со креста, вот он возвал, написано, к Отцу Небесному, и он даже спрашивал, отче, почему ты оставил меня? Кстати, Даже есть такое. Отче, почему ты оставил меня? Откуда? Куда вы думаете, он смотрел? Не под ноги себе? Конечно же. Он не рассматривал, кто вокруг него, плевал в него, и осквернял его страшными словами, и бросали в него и землю, и плевали. Он это не рассматривал. Он смотрел только в небо. И будет момент, когда будет отчаяние, приходит такая ситуация человеческая. Как человек, он же Сын Человеческий, он себя иначе не называл. Сын Человеческий пришел, чтобы спасти и спасти погибшие. Интересно? Вот начинаешь читать, что написано, как написано, спасти погибшие. Вы понимаете, в каком состоянии мы оказались перед Богом, когда впали в это вот то еще простое небольшое обращение через его. Сатана несколько раз будет подводить человечество под погибель от руки Божьей. Вот это, там последовательность показывает. я к вашему вопросу подхожу со своим ответом. Я перепрыгиваю через десятки сотни ситуаций, которые уже были на Земле. Потоп пришел на Землю, помните? Да. Это работа Сатаны в такой стадии, что человечество оказалось в самоуничтожении, в стадии самоуничтожения. Они себя просто истребляли. Ну подождите, получается, в вашей картине заложен целый мир. Аминь. Вот то, что в Писании мне хотелось вместить туда все Писание, Ветхий и Новый Завет. иллюстрировать основные события, подтвердить местами Писания, выдержками из Библии и изобразить это. То есть сотворение потом... Там в космическом пространстве, в огромном космическом пространстве висит Земля, как планета. Вот в центре. И все остальные события на фоне планеты, вот эти вот элементы, И даже есть усилие, по-моему, у вас. Вот это в центре дерева познание добра и зла. Оно огромное, раскидистое, красивое. И я в какой-то момент понял, что оно, если я его рисовал, рисовал, и я смотрю, оно просто приобрело форму ядерного взрыва. Вот я здесь в мастерской ночью рисовал, и у меня аж... Ну, я удивляюсь, это вот как Бог может посещать человек своим духом и подсказывать, 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 наводить на мысли. Это и был эффект ядерного взрыва. Вот сорвав дерево, с дерева плод, дерево-то называется познание, дерево познания и добра, и зла. То есть без этого нельзя было устроить мир. Но дать направление где что, чтобы потом отделить одно от другого, было в плане Божьем. Этому должно было прийти время. В притчах потом будем писать, читать всему свое время. А Господь вел Иисуса Христа как Сына Своего? Конечно. Он его хранил отовсюду, в таких интересных... А почему в конце концов он все-таки... Вы знаете, это вот как мы учим в розетку, да, пальцы не сует, ребенок все-таки научится это не делать? Он будет каравалить момент и попробует, потому что это интересно. Вот этот запретный плод будет всегда тянуть. Это тоже оттуда идет. Но распятие это же не запретный плод. Нет. Распятие это, как сказать, закономерность событий, которые приведут любовь Бога, выраженный в Иисусе Христе, к тому, чтобы ее истребить. Люди, обманутые сатаной, увидев, что такое любовь через Иисуса Христа, их сознание начнет пропускать в себя частички последствий того, что может произойти, если они примут все так, как говорит Иисус Христос, а скорее всего это правда, потому что это подтверждается с неестественными событиями, сверх естественными чудесами. Если они начнут это принимать, то разрушится их система власти, а она уже столько лет существует, и они научились ее употреблять в свою выгоду, в свое удовольствие. Тысячелетия. Тысячелетия. Они научились жить по системе, которую выстроил сатана. Используя Слово Божье. Используя. Он будет делать. Я говорю уже, что он копирует. Он мастер копировать. Он мастер подражать. Это не просто я придумал, это я читаю в Писании. Иисус Христос будет говорить ученикам. Он может к вам прийти даже в образе Ангела Света. И будет говорить от имени моего, от имени Отца. Может говорить вам как пророк. Но вы бодрствуете и сверяете все по слову. И еще смотрите на дела. Того, кто будет вам это подсовывать как истину Божию. Если его дела таковы, что они соответствуют тому, что написано в Библии, на Господа. Это сегодняшний день. Да. Вот по делам надо смотреть. Вот сегодняшний, я даже помню, не буду сейчас в политику. Очень часто люди хотят привести даже Писание, подтянуть даже Писание, чтобы оправдать свои поступки. Сатана для искушения Иисуса Христа употреблял Место Писания беззастенчиво. Что ты умираешь с голодом на 40-й день просто вот того самого поста, который у Иисуса Христа будет в пустыне. 40 суток без еды и воды. В каком он состоянии? Написано в этот момент он взалкал. То есть это высшая степень борьбы организма с чувством голода естественное для живого организма. Вообще не каждый выдержит это. И он так взалкал. Вот в этот момент оказывается рядом сатана. Вот так хотела Ева попробовать от того плода. Вот прямо так ей захотелось. Такое бывает у ребенка. У него вроде все есть, но вот этого ему хочется так, что он падает на пол, начинает драгать ногами и кричать вот это хочу. Видели такое? Вот примерно такое состояние было у Евы под деревом. И сатана подошел и говорит ну что может попробуем. И здесь он подходит и там у него получилось. Вот в саду у него получилось. Но чтобы это разрушить и чтобы человечество не попало опять в такой же капкан через тысячелетие приходит Иисус Христос с истиной о Боге который заложен в Него самого. Его можно потрогать, Его можно послушать, увидеть дело которое Он делает, потрогать это дело, вкусить Его, потому что он умножал из двух лепешек тысячи. А вот извините дело и притчи Христа говорил с людьми притчами. Удивительный язык. Вот дело одно дело, чудеса и сегодняшний человек тоже чудес ждет на самом деле. Но притчи это же живое слово которое осталось и есть. Форма притчи. В Новом Завете это живое слово? Да. И поэтому, почему Господь избрал, Иисус избрал, собственно говоря, такой разговорный жанр, что можно так сказать? Ну, пусть будет жанром такая форма донесения до нас истины через притчу. Об этом будет написано еще в Ветхом Завете. Приду к народу моему. У вас же притчи есть там в картине вообще? Сами по себе ни одной притчи не описано, но есть места, которые взяты из притчи, и пояснения, когда я даю, я ссылаюсь на них. То есть тому, кто видит, тот поймет. А кто не видит, я могу помочь вам сказать. Например, вообще о притчах сказано в Ветхом Завете, что придет время, когда я отправлю сына моего, и он будет говорить с вами притчами. То есть уже так было сказано? Так было сказано еще в Ветхом Завете. Притчами, когда это было сказано? И ученики, и фарисеи будут спрашивать, что ты притчами все время к народу говоришь? Ну, почему ты говоришь к ним? Их это просто начало вот так заводить. Почему он все время притчами? А висития для простого человека, притча, это что такое? Иллюстрация на основании примера. То есть иллюстрация вот жизнью, например, христианином какого? Иллюстрация ситуации с использованием жизненных примеров, привязанных к понятному времени. Допустим, к тому времени, в котором жил Иисус Христос, жил народ, к которому он пришел. Но такторов не было. Да, такторов не было. Он им говорит на понятном для них языке. Он говорит, допустим, о Царстве Небесном. Что есть в Царстве Небесное? Это как закваска, в которой женщина взяла три меры муки и положила туда щепотку закваски. И весь объем муки превратился в кишече. Она просто увеличилась в объеме и стала огромным объемом. Вот это притча. На понятном для домохозяек и их мужей, и детей языке. Они так делали хлеб. Они все понимали, что да, все понятно. Мука, закваска увеличивалась печем. Он говорит, вот Царство Небесное. Просто? Просто. Понятно? Но это о Вселенной. В то же время сложно. Это о Вселенной? Это же Вселенная. Как это вместить? Да. Другая притча. Вышел сеятель, сеять семя. Им тоже все понятно. Они же все занимались этим неделем. Да. И начал это делать. И одно упало при дороге. Одно упало на обочину. Одно упало на каменистое место. И другое упало в хорошую почву. И вот, которое упало при дороге, налетели птицы и скрывали. Потому что оно лежало вот открыто. Недолго оно там пролежало. Птицы первые прилетели и скрывали. Это мы все знаем. До сих пор так. Высыпь на дорогу и все склюет. А то, что упадет в траву, не сразу. Найдут, а может быть и взойдет. А то, что упало, он говорит, на каменистую почву. Там земли почти не было. Оно сразу проросло. Очень быстро. Камень прогревается. Почвы немного. Влаги в воздухе достаточно. Оно взошло. Появилось солнце. Началась жара. И оно увяло. Действительно так. Они тоже это понимают. Да? Другое упало в тернии. Ну, то есть, рядом с дорогой трава растет. И оно там зашло и начало расти. Ну, как в густой траве начинает расти. Оно будет слабенькое. И забитое всеми этими уже растениями, которые там росли. Прорасти прорастет и расти начнет. Но оно будет хилое, слабое, немощное. Не сможет дать колос. Если это зерно. Просто не сможет. Ему не дадут. Там уже растут. Плода не будет. А то, которое упало в хорошую почву, сколько нужно пролежало, проросло, выросло. Корни, ствол, зазернело. Причем все процессы он описывает. Что вначале корни, потом росток, потом уже колос. И потом созрело. И принесло плод. В 30, в 60, в 100 крат больше, чем одно то семя было. По-разному. В зависимости от сорта, от состояния. Ну, в любом случае принесло плод. И вроде все понятно. Они говорят, а разъясни нам. И непонятно, как ты говоришь. Вроде непонятно, а вроде непонятно. Он говорит, ну, давайте разъясню. Вот то, что упало на дорогу, и тут же было склевано. Он говорит, вообще сам по себе сеять, или это? Творец. Со своим словом. Он приходит и сеет свое слово. Семя есть слово. Вот он сеет его. Вот оно слово. Упало на каменистую почву. Написано. Ну, собственно говоря, слово упало на людей. На открытое место. На людей. Все это падает на планете Земля. Все это падает в условия жизни. Это не в огонь бросается. Ну, то есть то, что вот сейчас происходит, вот как бы слово может быть кинуто, но упадет на разную почву. То есть сегодняшнее слово, вы выйдете и станете говорить где-то, где угодно начнете его говорить, вот в окружении людей. И оно по-разному будет воспринято. И он и говорит, что будет так, что оно упав на дорогу, будет склевано птицами. Вот это образ птицы, которые сразу склевали, он говорит, это будет сатана. Сатана украдет его сразу. Враг человека. Он так его и называет. Враг человека придет и украдет это слово. И сердце. И сразу услышит слово. Он услышит, и оно у него упадет. Но придет враг и тут же скажет, это ложь. Не верьте. Это вот то, что сделалось от Анаэли. Ложь вам сказал Господь. Он сказал вам неправду. Не верьте ему. Он же неправду говорит. Все, она тут же. Вот она попала в эту категорию. Вместе с ней мы все. Вот почему я рисую дерево в образе потом атомного взрыва. Вот что произойдет на самом-то деле. Последствия от него. Когда еще кинули Нагасаки Хиросимова в эту атомную гонку? Ну да. Все еще. Это же непредсказуемо. Это не так просто. Следующая семья, упавшая на каменистую почву, он говорит, это то, когда все... Вообще это состояние сердца человеческого. Это такое сердце, которое приняло в себя слово. И ему там вроде хорошо. Но до первых солнцепеков. Как только начинается жара, почвы мало, ее не хватает. И оно пропадает. Засыхает и все. И погибает. Тоже понятно, разъяснить не надо. Да, да. Да, все понятно. И третье, интересное, большинство, наверное, так имеет вот такую почву, когда упало, лежит, взошло. Ну, у меня там помимо этого полно своего. У меня уже есть представление там о теории Дарвина, о космическом происхождении планеты. Различные другие версии. Многие вероучения. Полно всего. Полно всего. Одна история человечества. И то уже говорит совершенно о другом. Да, вариантов. Человек и думает. Да, вариантов полно уже. И вот я это тоже принял. Оно там как-то там, оно есть. Как-то тихо там растет. Но не принесет плода. Потому что он говорит, тернием будет заглушено. А они говорят, что такое терния? Нет, он говорит, заботы житейские. Хлопоты, переживания ненужные. Все то, чем уже наполнено ваше сердце, ненужными знаниями, правильно ты говоришь. Нет, ну очень актуально, заботы житейские. Заботами житейскими, ну как же, мама, папа, работа, хлопоты, некогда. Да-да-да-да. Вот некогда. Мы почему, люди приходят на выставку, оказавшись там, они приходят, ходят, и я удивляюсь. А где вы это видели? Ну что это за такой закат? Ну неужели так красиво? Что вот так луна ночью? А это только попытка меня, моя попытка изобразить так, как делает Бог. То, что я могу максимально. И многих это действительно восхищает. Я говорю, ну это так есть всегда. А когда вы это? Ну вы такого не видели. Я такого вообще не видел. Ну а это наша была шиха там. Это вот вечер на дусадьбе. Или там зима вот у нас в парке. Нет, ну а как проходит ваш день? Я говорю, задумайтесь, как проходит ваша жизнь, ваш день обычный. И они уйдут, ну да, утром в метро, ночью из метро. Все, выходные у телевизора. Все. Да, так большая часть людей живет. Да, вот это вот зерно упавшее и в тернии, и терния написано. Они спрашивают, а почему не принесло плода? Потому что он заглушен заботами житейскими и принести плода не может. В этом состоянии можно как-то расти, но это будет чахло, немощно и неплодоносно. Мне нравится, что он не осудил ни одного из этих людей. Он их не осудил. Он сказал, а как произошло? Что будет, если вот так? Но это всегда можно изменить. Он говорит, а есть почва такая, в которую падает, прорастает и измножается от 30% и выше. 30-60-100 раз. Вот. То есть наша воля, наша способность избрать, куда упадет это семя, которое здесь записано, которое произнесено, которое я услышал, это я выбираю. Я могу стать любым видом, я могу позволить это не украсть. Могу не дать земли, загрелась и при первой жаре дать засохнуть. Не стану поливать, не стану пересаживать. Не стану избавляться от терниев, которые окружают меня и моя жизнь заполнена другими местами, вещами, средствами, ценностями. Я не смогу быть плодоносным. Некогда путь собрать. Да, не до этого, но некогда. И по-человечески понятно, и по многим позициям можно объяснить и оправдаться. Но плода-то нет. А радость-то от того, что ты плодоносен, это же в тебе заложено изначально плодоносить. В тебе изначально заложено вот этим дыханием Бога, когда Он вдохнул в Адама способность Божью творить, 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 всегда творить, всегда быть Его образом подобием. Но в вашей картине изображен уже технологический процесс. Ну да, некая эволюция развития технологических наших. Это интересно, вы, получается, попали в абсолютную современность. Это современный человек ждет закваску, уже технологическую. То есть вы мне дайте в зерно закваску, я его съем, и как бы само по себе все произойдет. Мы же сегодня все технологические люди. Да. Не стану читать историю человечества. То есть давайте зерно, давайте найдем то зерно, и оно будет технологически оправдано. И это тоже ошибка сатаны, наверное. Это его ложь. Это результат его лжи. Подсунутый человечество. Он в ней развивается. Он в ней развивается эволюционно. Как вот там я рисовал, изобрели колесо. Там, помните, вариант первое колесо, там, византийское, римское. И дальше пошло-пошло. До современного, там, спортивного автомобиля у меня будет нарисовано все это. Да, только рисованный. От первого этого ковчега Ноева до атомного крейсера Петра Великого до американского авианосца, чтобы там не было никому возможности что-то там отстаивать. Там все вещи учтены. Есть эволюция в открытиях, в развитии техническая, технологическая, всевозможная, эстетическая, спортивная. Там все, я старался это образить. Везде она присутствует. Но если мы увлеклись этим и забыли, откуда все началось, какова конечная цель, какова изначальная идея Творца, мы можем в это вовлечься и не приносить плода. Что, собственно говоря, в вашей картине отражено. Да, да. Мы, вовлекаясь в это, забываем изначальный замысел Творца, перестаем иметь с ним взаимоотношения. Допускаем версии другие своего собственного происхождения. Да, мало ли. Вообще, видел ли его, кто нет. Оттуда еще никто не приходил. Мы говорим, да. Кто это подтвердит? Мало ли, что там написано. Это было давно. Так они при нем ходили, при Иисусе Христе, и говорили, покажи нам знамение. Учитель. Нет, фарисеи. Ученики уже видели и удивлялись каждый раз. А почему Господь сказал, вот я хочу сказать, что вы ходите со мной. Не двенадцать ли часов во дне? Он говорит им. Да, да. Вот там циферблаты двенадцати частей, которые включают двенадцать заповедей. Это вот циферблат времени. Оно запущено как время по кругу жизни вокруг планеты и событий. Иисус Христос говорит, не двенадцать ли часов во дне, но ходящие ночью спотыкаются. Ходите во свете. Я свет. Пока я с вами, вам будет светло. Тоже причин, говорит им. Тоже причин, да. То есть пока я с вами, я ваш свет. Он о себе десятки раз говорит. Сотни раз в ветхом древете будет написано, что Бог есть свет. Нет в нем никакой тьмы. Вот этот наш смешанный через ложь сатаны образ, сложившийся для людей, образ Бога, который мы все время пытаемся как-то изобразить, как-то его, не знаю, придать ему физическую какую-то форму, нарисовать его, отлить его, я не знаю, вырубить из дерева. Все время вот эта вот идея от сатаны людям, желание изобразить его, о чем он сказал сразу, не надо мне изобразить, даже не пытайтесь. Никаком виде не делайте никакого изображения себе и не поклоняйтесь ему. Ну вот он нас просто даже направление не дал в эту сторону. Зная, что мы начнем это делать, он говорит, не делайте, не надо этого. Потому что увлечетесь, собьетесь и будете потом этому всему служить. А это не я. Это будет ложь просто. Это нам не надо. То есть он от этого, как Бог, не пострадает. Но его страдание будет вразаться в том, что он будет видеть, как его дети, делая не то, что он им сказал делать, попадут в обольщение, в ложь, и будут от этого очень сильно страдать. но тем не менее, вы изобразили Христа? Изобразил. Я очень долго думал, как мне это... Как мне к этому подойти? Не изображай. Я вот прям пишу заповеди, я их прям пишу, и у меня одна из заповедей, не изображай. И я очень долго бил себе по рукам. Какая заповедь? Что они изображали? Не сотвори себе кумира, не делай никакого изображения, и не служи ему, и не поклоняйся ему. Странно. И удивительно, ведь мы говорим вот то, что вы сейчас сказали. Это очень удивительно, потому что даже фотография слова переводится «пишу светом». И живопись. Живое письмо. Живое письмо. Письмо о жизни. Так как вы приняли, как вы размышляли на это? Я размышлял, я бил себе по рукам эти местописания очень долго. Пока мне Господь просто вот так... Я читал, перечитывал, я их рядом держу, пишу, чтобы мне ни одной ошибки не допустить. Потому что Господь говорит, даже если что-то там изменится, земля и жизнь, планеты, все прекратятся, но в Писании написано все то, что до черточки исполнится. И я думаю, мне бы вот этого как бы не переступить. И так сколько всяких грехов, ошибок, а тут я еще это буду. Соблазом для кого-то не хочу стать. И Господь говорит в Новом Завете через Иисуса Христа я творю все новое. Ветхое все прошло. И мне вот это местописание... Ой-ой-ой. У меня что-то передежного. Мне так легко стало, и я содрогнулся. Неужели столько времени люди вот в этом все еще... Я же сам рисую, я вижу, что мы вот в этом кольце правил находимся, вошли в период от Рождества Христова, это следующие уже сегменты времени пошли. Мы в них уже живем, за собой тащим вот эти все, о чем он задумал в своей идее, что они до времени только. Там так написано сотни раз, потом я найду подтверждение этой мысли, которая меня тут посетит. Вот эта картина. Что это все дано было до времени, как детям, закон там детям, когда они придут ко Христу, они уже будут взрослыми, они уже смогут принять заповеди любви. Это станет образом жизни. Не убивать, не красть, не прерубодействовать, не поклоняться кому попало. Это станет просто образом жизни. Вот его ожидания. Так это та идея, о которой он говорит, вы когда будете своих детей видите, они подойдут к вам и попросят, папа, дай хлеба, вы не сунете им в руки камень. Вы же, даже будучи злыми и жестокосердными, не дадите ему скорпиона, когда он просит у вас яичко. Слезы текут, понимаешь, когда вот представляешь себе эту картину. Когда мы, как отцы, бьем по рукам детей, которые тянутся за куском хлеба к столу. мы такое зло творим, почему? Потому что мы вот в этом детстве застыли, законами себя окружили, Иисус Христос когда пришел, он говорит, что вы делаете, что вы творите вообще? Что вы творите? Вы берете заповеди отца, накидываете на них свои, это становится огромным бременем, взваливаете его на людей, заставляете их это тащить, контролируете, чтобы они это делали так, как вам это угодно, и наказываете их за то, что у них это не получается. В то время, как сами этого сделать не можете. его это просто написано до скорби доводило. Он скорбил об их жестокосердии. Но это все построено не на основании Иисуса Христа, который говорит, что вы делаете? То, что вы делаете, подобно человеку, который взял и построил дом на песке. Причем? Вот вы просто это так приводило, потому что они из него издевались, эти притчи. Что вы делаете? То, что вы делаете, подобно человеку, построившему свой дом на песке. И когда пришли непогодные условия, громы, молнии, дожди и наводнения, смыл и этот дом. И разрушение дома было весьма великим. Господь называет это разрушение весьма великим. Вот чего переживает мое сердце, то, что происходит. Это происходило несколько раз на планете. Мы подводим себя под состояние разрушения весьма великого. В то время, как он говорит, есть альтернатива. А есть другой человек, который, прежде чем строить, исчислил все издержки, углубился в землю, докопал до каменного основания и построил на этой каменной плите свой дом. И когда пришли плохие погодные условия, так же, как и в первом случае, и вода наперла на этот дом, и с неба обрушились воды, ничего не смогли сделать, потому что дом этот устоял. И он говорит, вот это основание этому дому, это я. Мое слово, моя любовь, мои от меня исшедшие заповеди любви и есть основание строительства любого дома. Если вы на этом основании построили, ничто его не сметет. Хотя приходить и пытаться будет. Одинаково придет и наводнение, и осадки сверху, и снизу, отовсюду. Испытания будут. Он не говорит, что я их сделаю. Он говорит, что они просто придут. Он никогда не являлся автором никакого, я не знаю, землетрясения. Вот мы приписываем ему все. Наводнение, это Бог, это его испытание, это его наказание. Вот это наше. Мы смешали ветхий завет, бахнули туда новых заповедей, все вместе собрали, сделали смесь, пусть будет то и это. Это же тоже слово Божье. И это тоже Иисус Христос. Ну, а есть такие, которые все еще Иисус Христа не принимают, им вот ветхий завет подавать. Они все еще в это время от Рождества Христова стараются жить по Ветхому Завету. Не получается. Смешиваем Ветхий Завет и Новый тоже не получается. Потому что время от Рождества Христова, время Нового Завета, время Благой Вести, время распространения Царства Небесного с Небес на Землю. Аминь.